Здравствуйте! Я сегодня покажу вам, как можно приготовить простое тесто на кефире или на кислом молоке для несладких пирогов. Для этого мне понадобится муки 500-600 грамм, кефир, либо кислое молоко 80 грамм, маргарин, либо сливочное масло, смотрите, что вы больше любите, где-то примерно грамм 200, 3 яйца, 50 грамм сахара, пару хороших щепоток соли и 10-12 грамм разрыхлителя. В разрыхлителе, пожалуйста, обратите внимание на упаковочке, всегда написано, какое количество разрыхлителя идет на какое количество муки. Вот это все ингредиенты, которые мне понадобятся. И я беру большую пластиковую глубокую широкую мисочку, разбиваю туда 3 яйца, добавляю предварительно растопленный маргарин, добавляю сахар, добавляю соль и добавляю кефир. У меня получается жидкая часть теста. И я теперь это все хорошо перемешиваю до однородного состояния. Очень удобно это делать силиконовой лопаткой и месить тоже тесто в миске очень удобно силиконовой лопаткой. Поэтому, если у вас такой нет, я рекомендую вам приобрести очень нужная и полезная вещь на кухне. Вот однородное состояние жидкой части теста. Я добавляю туда разрыхлитель. И потом буду высыпать частями муку и хорошо это перемешивать, опять же, до однородного состояния. На самом деле все это несложно. Это занимает, процесс приготовления всего теста занимает не больше 10 минут. Поэтому, я думаю, слово тесто вас не должно пугать. Вы посмотрите, как это все просто и легко. И, пожалуйста, делайте сами. А уж потом начинку для пирогов вы можете придумать, какую хотите. Так, я все вымешиваю в миске. Добавлю еще муки. Когда тесто уже станет более-менее густое, я тогда поверхность стола посыпаю мукой, выкладываю тесто на поверхность стола и начинаю уже вымешивать руками. Тоже недолго, где-то минуты 3-4, не больше. Потому что мы можем забить тесто, если будем долго вымешивать. Оно станет слишком густое, называется забитое. Вот, чтобы этого не произошло, сильно долго это не делайте. Ну, вот уже тесто достаточно густое. Я его выложила на стол, посыпала стол мукой и начинаю вот так его немножко нянчить. Опять же, повторяюсь, недолго, минуты 3-4. Слишком тоже много муки не насыпайте, чтобы не забить тесто. Все. И любое тесто, которое вы готовите, всегда должно полежать. Минимум полчаса и максимум где-то час-два. То есть, все ингредиенты теста должны подойти, соединиться вместе. Вот такое тесто у меня получилось. С этого теста можно готовить любые несладкие пироги, в которых будет доминировать начинка. Готовьте с удовольствием, придумывайте начинку, пользуйтесь этим рецептом теста. До новых встреч! Если понравился рецепт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, давайте вести диалоги.